Всем привет! Вы находитесь на канале Gadgets4U. В этом видео мы будем блокировать рекламу на всех устройствах. Нам понадобится Raspberry Pi, LAN кабель, microUSB. Подключаем малину к ПК и сразу перейдём на монитор. Для начала установим программное обеспечение под названием PiHall на Raspberry. PiHall поддерживает множество операционных систем на архитектуре ARM и x86. Переходим на нашу малину и запускаем установку следующей командой. Пока установка скачивается, скажу, что PiHall является по сути DNS-фильтром. Следующей командой мы перемещаемся в каталог. В этом каталоге запускаем установку следующей командой. После небольшого ожидания мы видим, что установщик начал скачивать необходимые компоненты для установки PiHall. После этого установщик переместит нас в установочное меню, в котором нам нужно будет сделать следующие настройки. Установщик сообщает нам, что PiHall является веб-сервером, которому нужен статический IP-адрес. Здесь мы выбираем интерфейс, через который будет работать PiHall. В моём случае я выбрал Ethernet. После этого нам нужно выбрать первоначальный DNS-сервер. Я выбрал Google. После этого мы можем выбрать листы для блокировки рекламы, выбрать версию IP-адреса, через которую будет блокироваться реклама, а также сделать настройки статического IP-адреса для PiHall. В моём случае я изменил IP-адрес со 109 на 110. Далее установим веб-интерфейс для управления PiHall через веб-браузер. Как я раньше уже упомянул, для этого нам понадобится установить веб-сервер. Далее установщик спрашивает нас, должна ли PiHall записывать логи и в каком размере. Выбор режима 0 даёт вам самую обширную информацию, которая будет записываться в логи. В данный момент вы видите установку веб-сервера. После этого установщик переведёт нас опять в ещё один графический интерфейс, где будет получать и устанавливать дополнительные пакеты. Хочу сразу предупредить, при первой чистой установке у меня не установился один из основных компонентов под названием FTL. Компонент FTL является, собственно, DNS-фильтром, ну точнее компонентом DNS. Эту проблему я решил следующим образом. Закрыл установщик, перезагрузил Raspberry Pi, включил её заново и запустил установщик. Пока у нас идёт установка, хочу забежать немножко вперёд. Я уже потестировал PiHall на моей Raspberry Pi 3B+, и хочу вам сказать, что PiHall потребляет очень мало ресурсов, очень мало памяти и вообще не нагружает процессор. Я был этому приятно удивлён. Также хочу напомнить, что PiHall является открытым проектом, который живёт за счёт пожертвований, и, насколько мне известно, имеет открытый исходный код. Как я говорил в предыдущем кадре, к сожалению, установка была неуспешной. Запускаем установку заново, и установщик будет проверять компоненты, которые уже были установлены, и перейдёт к следующему шагу. Как раз вот в этом месте устанавливается тот FTL-компонент, который не установился в прошлый раз. На этот раз он установился успешно. Сейчас вы видите то самое счастливое окошко, которое говорит нам о том, что установка была завершена успешно. Тут написан IP-адрес и пароль для входа в админ панель. Переместившись в админ панель, мы видим большое количество запросов. Заблокированные запросы, входящие запросы, обработанные и так далее. Что важно для нас, это блок справа вверху, 114 тысяч заблокированных доменов. Если вы видите это число, значит листы уже успешно загружены и работают. Давайте сейчас переместимся в настройки, и я немножко расскажу, что и как там настроить. Здесь вы видите общую информацию, нам же интересен пункт с чёрными листами. Этот пункт меню является одним из самых главных. Здесь вы можете добавить собственные листы для блокировки рекламы. В пункте DNS вы можете изменить основной DNS-сервер, поставить свой DNS-сервер, а также сделать важные расширенные настройки для работы DNS-серверов. Для того, чтобы использовать PyHole, нам необходимо поставить DNS-сервер. Я это сделаю сразу в моём роутере в настройках LAN. Здесь я прописываю основной адрес нашего PyHole, точнее адрес моей Raspberry Pi. После этого мой роутер будет использовать мою Raspberry Pi как DNS-сервер. Это значит, что все устройства, которые подключены к моему роутеру, будут использовать DNS-сервер Raspberry Pi. Если в вашем роутере таких настроек нету, вы можете сделать настройки на самом устройстве, смартфоне, планшете или компьютере. Вам нужно просто поменять настройки DNS-сервера и указать вашу Raspberry Pi, на которой установлен PyHole. Как вы видите, пока роутер перезагружается, я сбросил кэш DNS на своём компьютере. Давайте проверим PyHole в действии. Я выбрал страничку Program Salve, и здесь вы видите 4 больших рекламных баннера. Включаем PyHole и видим следующую картину. Наши баннеры превратились в прямоугольники. Вот так выглядит главная страница сайта. Спустя какое-то время баннеры исчезли целиком и больше не мешают и не мозолят глаза. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Gadgets4U, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорого!